Наши гости профессиональный тренер школы художественной гимнастики Сердюкова Алена и ее невероятные маленькие ученицы. Именно эти детки намерены продолжить гегемонию нашей страны в самом изящном виде спорта. А прямо сейчас они продемонстрируют нашим ведущим чудеса растяжки и объяснят, что мяч это не обязательно футбол, что булава это не совсем оружие, а обруч не должен пылиться на балконе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Доброе утро! Спасибо вам большое, что вы так рано к нам пришли. Друзья, у нас в гостях замечательные талантливые девочки-гимнастки. Половинки на Виктория, Самедова София, Носокова Анна, Дорошевская Вероника, были на Полина и Микаэлян София, а также Латуш Сашенька. И, конечно же, тренер строгий, серьезный, но вот так и не скажешь. Ну вот, тренер по художественной гимнастике, судья, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Ну, вообще, такие малышечки, вообще, с какого возраста заниматься нужно гимнастикой? Вы знаете, раньше было принято, что ребенок приходит в художественную гимнастику в 5 лет. Меня саму отдали родители в 5 лет, но сейчас многое поменялось, и мы принимаем деток с 3-3,5 лет. То есть, достаточно, совсем маленькие, да, и причем, если тренер грамотно готовит ребенка в течение определенного времени, то есть, в течение года он, ребеночек, уже выходит на профессиональные соревнования, где его... 3 года? Что там делать 3 года? Да, 4. Там того ребенка-то, господи! На профессиональные соревнования, где его судят 10 судей. Как, возможно, судить малышей? Они же плакать начинают, если что не так, это же трагедия всей жизни просто. Ну, тяжело, да? Да, тяжело, на самом деле, судить, но пытаешься как-то абстрагироваться от эмоций. Вот, все-таки это наша работа, это спорт. Нужно понимать, куда вы отдали ребенка. То есть, это все-таки не хореография, где более лояльные требования, это спорт. А тогда до какого возраста можно заниматься гимнастикой и участвовать в соревнованиях? Есть ограничения? Ну, ограничения, да, у нас достаточно молодой вид спорта. 18-20 лет, как правило, уже гимнастки заканчивают. 18-20 лет. Что касается художественной гимнастики, что касается эстетической гимнастики, то можно до 30 лет, если гимнастка в форме. А потом можно переходить в карьеру тренерскую, туда, там же набирать свои группы, спортсменок, юных воспитывать. Ну, рассказывайте, девчонки, вы уже на соревнования ездили куда-нибудь? Да. В другой город прямо? Да. Куда ездили? В Ростов. В Ростов? Далековато. Без родителей? Да. А медали привезли? Да. Вот это все ваши медали лежат? Да. Да, ну неправда. Да. Да мамины наверняка принесли. Нет. Кто самый младший в группе? Вот из присутствующих. Вот. Вот кто? София. Девчонки, ну нравится заниматься или родители заставляют? Ну, по-честному. Нравится. Нравится. А кого заставляют? Так, не попались, ладно. Нет, на самом деле видно, что очень нравится девочкам, у вас потрясающие костюмы. Вот расскажите сразу, пожалуйста, дорогой вид спорта? Художественная гимнастика, да, достаточно дорогой вид спорта. Ну, в среднем, сколько стоит собрать ребенка и отвезти? На соревнования. Ну, вот у нас один из купальников, который, да, вот такой красивый, это как раз София купальник, да, София Самедовой, порядка 20 тысяч он стоит. А вот этот купальник идет на сезон, на один соревновательный сезон, да, с сентября по конец июня. Как правило, девочка потом вырастает из такого купальника и приходится шить новый. А если не выросло, можно в одном и том же выступать? Да, конечно. То есть не запрещено? Да, все зависит, да, нет, это не запрещено правилами, то есть все это уже зависит от достатка семьи. Слушайте, ну вот я знаю, что это не просто купальник, который может шить в любом ателье, да, швея, баллы выставляются гимнасткам, еще и учитывая, не загнулся ли нигде купальник, нигде ли ничего не завернулось. Это правда или это не я слышала такую историю? Да. Правда? У нас есть такая бригада Е1 и Е2, которая судит художественное восприятие гимнастки, то есть, ну, художественное... Да, эстетику. Да, эстетику, да. Вот. Действительно, взгляд бросается и на прическу девочки, и как она накрашена, аккуратно, неаккуратно, наличие плавок обязательно телесного цвета, то есть все это учитывается обязательно при судействии. Вот интересно, извини, пожалуйста, перебила, сразу про прически хочу задать вопрос, если вы едете на соревнования без родителей, правильно? Кто причесывает девчонок? Ну, я все-таки стараюсь... Другие родители. Да, или другие родители, все-таки стараюсь брать родителей с собой, потому что у меня еще пока нет замены тренера, я, как правило, всегда сажусь в судейство, девочек на площадку провожают родители. То есть все-таки нужны помощники? Да, конечно, помощники обязательно нужны, да, это неотъемлемая часть, спасибо родителям. А вы судите своих же воспитанниц? Своих, да, и своих, и чужих. Это невозможно, это как? Это сложно, но судейство должно быть объективным, то есть мы, как правило, всегда после соревнований сдаем бланки с оценками, потому что, естественно, художественная гимнастика – это субъективный, очень субъективный вид спорта, и много разногласий, в том числе по судейству. То есть сейчас правила художественной гимнастики постоянно меняются, постоянно меняются. Только изменились правила вот в прошлом году, в минувшем, мы их выучили, это 85 страниц текста, то есть как в университете мы учим, так и здесь мы учим правила. И снова с 1 февраля 2018 года уже выходят поправки в правила художественной гимнастики, и опять нам предстоит учить, выучить их уже, ну, уже выучили. Но вот интересно, вообще у нас в стране, как обстоят дела с художественной гимнастикой? Одно время же прямо звездили наши и Чащина, и Кабаева. Как сейчас? Сейчас точно так же, мы на передовых позициях, естественно, благодаря нашей несравненной Ирине Александровне Винер, и Аверины показывают, вы знаете, какие результаты на минувших чемпионатах, и Александра Солдатова, то есть это у нас уже сборная страны, чему мы очень несказанно рады. И в феврале месяце пройдет чемпионат России по художественной гимнастике, он пройдет в Сочи. Я надеюсь, что мы все-таки с детьми, вот, которые сегодня здесь присутствуют, выйдем в Сочи, просто хотя бы посмотреть на это искусство, спорта и... Да, ну, вот мы знаем, что Соня может показать нам, как проходит ваша тренировка. Правда? Соня, покажешь, пожалуйста? Да. Друзья, через одну секунду мы с вами сможем вместе с Соней попробовать себя в художественной гимнастике, ну так, дома, перед телевизорами. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...